Бумажные удостоверения постепенно уходят в прошлое. Так, с 9 июня по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева начал реализовываться новый сервис на портале Госуслуг электронный социальный паспорт жителя Московской области. В нашем обновленном доброделе мы внедрили социальный паспорт жителя. В одном месте собраны пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, многодетной семьи, ветерана боевых действий, ветерана труда и другие необходимые документы. У нас в Московской области более 2 миллионов льготников, которые смогут воспользоваться социальным паспортом. Льготные категории граждан нашего округа активно приступили к его оформлению. Сделать это достаточно просто и не займет много времени. Нужно выйти на региональный портал государственных услуг Московской области этот сервис там, ну что называется, прям первым высвечивается. Пройти по ссылкам и скачать тот паспорт, который сформируется. И предоставлять его в тех организациях, которые дают льготы. Это и магазины, и аптеки. Новый документ – это QR-код, который можно хранить у себя в телефоне. Предоставляя его через электронную систему, житель подтверждает свое право на льготу. Это позволяет не носить собой массу бумажных удостоверений. На гаджете с QR-кодом оцифрованные данные, оцифрованный паспорт социальный, где вся информация о пенсионере, о предоставляемых услугах, она отображена. Пенсионеры попадают под эту категорию ветераны и инвалиды. У нас всего 70 тысяч пенсионеров в округе, почти 27 тысяч инвалидов и более 34 тысяч ветеранов труда. Новая система только набирает обороты и еще требует доработки. Поэтому бумажные удостоверения тоже имеют свою силу. Бумаги, то есть удостоверения, справки, которые есть, никто не отменял. Ими можно пользоваться, но для удобства рассматривается и такой вариант. К настоящему времени уже более 100 тысяч жителей Московской области скачали и используют электронный социальный паспорт. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.